Больные с недостаточностями ждут, несчастные, без надежды на жизнь. И Саша снова пришел, через год, наверное. Да, уже мудрили над новой операцией, а Ика еще не было, только на собаках. Значит, года три назад. Как время летит? Пусть летит. Я уже не хочу ни остановки, ни возвращения, это только сейчас. Операция кончится, хорошо скажешь, еще пооперируем. Так же и тогда, кабинет, я после удачной операции, пищевод кажется. Дед такой смешной, поправился. Чудесный вкус сигареты, ах, сейчас бы. Никуда я не спешу, послушал Сашу, посмотрел, на животе еще тогда жирок был. Не как теперь, одна только плотная печень выпирает, лицо уж очень умное, располагающее. Рассказал ему о готовящейся операции, для чего. Ох, наверное, похвастать. Он загорелся, не понимая, что все это глупости, я и сам не понимал. Дальше больше разговоры о медицине вообще, что она такая-сякая, без теории, неточная. Потом о диагностической мошене тогда в печати появились сообщения, и мы заинтересовались ими. Он предложил свои услуги как математик, помню, мелькнула. Он такой приятный и умный. А ему будет все хуже, будет жалко и нельзя помочь. Откажись. А, ничего. Вот ты. Ничего. Отказал бы тогда, сейчас не сидел бы и не плакался. Хорошо бы уже иметь эту диагностическую машину. Сегодня она очень нужна для автоматического регулирования АИКа. Все-таки эти девчонки-машинистки иногда делают ошибки. А сегодня будет очень трудно. Не стал он серьезно заниматься диагностическими машинами. Потянуло в психологию, а жаль, может, у нас было бы что-нибудь. АИК будет работать долго, часа полтора. Сумеет ли удержать постоянство всех показателей крови? Если будет гипоксия, тогда все. Не перенесет. Какой он интересный человек. Я ходил влюбленный после того, как мы встретились несколько раз. Медовый месяц. Жаль, что отношения испортились и к прежнему уже не вернулись. Нет уже той теплоты. А была ли она у него? Не знаю. Он для меня открыл новый мир. В чем суть? Количественные отношения во всем. Информационный план мира. Не могу объяснить словами. Слаб. Не усвоил полностью. Биология, искусство, социальные науки. Всюду царят законы переработки информации. Не пытайся уточнять. Это он умеет все разложить по полочкам. Вывести возможные количественные закономерности. Где точные, где вероятные. А душа? Я уже не знаю. Я часто попадаю в просаг в определении людей. Открытая улыбка, мягкость, безукоризненный такт, вежливость, полное отсутствие, чистолюбие. Никого не хает. Лишь изредка тонко намекнет. А теперь мне кажется, что под этим такой спокойный холодок. Ах, мудрость это или эмоциональная бедность? Была ли дружба? С моей стороны, да. А он? Встречались каждую неделю. Как доктор я видел, что ему все хуже. Одышка, утомляемость. Часто ложился во время беседы после тысячи извинений, которые меня раздражали. Не было простоты у него. Не пойму, от воспитания или холода. Всегда мне было немножко обидно. Бог с ним. Его нельзя судить. Восходит на свою Голгофу. Высокопарно звучит. Повезли уже, наверное. Десять-тридцать, пора. Улыбался он хорошо сегодня. Что-то будет через несколько часов. Как перенести, если умрет? Помнишь, как после той операции, которой готовились при знакомстве, Уверен был, что сделаю. Глупая самонадеянность. Больной умер через несколько дней от сердечной слабости. Исправить клапан не удалось. В последний раз. Больше не буду. Пусть умирают без меня. Саша тогда погрустнел. Скоро появилась декомпенсация. Пришлось положить в клинику. Все, что ты писал, лежа в постели. Жить осталось немного. И нужно подумать о некоторых философских и психологических проблемах. Хотя бы уяснить для себя, объяснить другим уже не успею. Читал о йогах, Библию, о телепатии. Но мистиком не был, посмеивался. Ничего нет. Одна машина. Одна машина. Умом я никогда не верил в Бога. Но все-таки как-то не по себе. Когда они грозятся смоделировать на машинах человеческие чувства, сознание, волю, хочется думать, что это будут не те чувства. Не настоящие. Но Саша абсолютно уверен, говорит те самые. Ты помнишь изумительное ощущение счастья после первой удачной операции с АИКом? Неужели это может и машина? Не знаю. Конечно, я ему очень доверяю, но, наверное, уже стар, чтобы поклоняться новым богам. Достаточно с меня обычного материализма. Из кибернетики меня вполне устраивают диагностические машины и автоматы, управляющие искусственным кровообращением. Никаких чувств для них не нужно. Или, например, совесть. Что же, и это будет у машины? Все-таки я поступил тогда как мальчишка. Дружба — это священное чувство. И его нельзя так просто выбрасывать на помойку. Подумаешь, оскорбился. Да, конечно, но была ли эта дружба обоюдной? Не нужно думать плохо. Каждый дает, что может. Он больше не мог. Все ушло в интеллект. К тому же он больной. Кажется, тогда второй раз... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова